Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Аминь. Из творения святителя Анна Златоуста беседаны слова «Приветствуйте Прискилу и Акилу». Многие из вас, я думаю, удивляются этому отделению прочитанного из апостольского послания. Или лучше, считают эту часть послания неважную, излишнюю, потому что она содержит только приветствие. Это к римлянам 16 глава. «Непрерывно следующие одни за другими». Поэтому и я, вознамерившись сегодня говорить о другом, оставил тот предмет и готов остановиться на этом, дабы вы убедились, что в священных писаниях нет ничего лишнего и ничего неважного. Хотя бы то была одна йота, хотя бы одна черта, но и простое приветствие открывает нам великое море мыслей. Что я говорю «простое приветствие»? Часто прибавление и одной буквы привносит целый ряд мыслей. Это можно видеть в имени Авраама. И не безрассудно ли, когда кто получает письмо от друга, то читает не только содержание письма, но и находящееся внизу приветствие. И по нему особенно заключает о расположении писавшего. А когда пишет Павел, или лучшее, не Павел, но благодать Духа провещает послание к целому городу и к такому множеству народу, а через них и ко всей Вселенной, то считать что-нибудь из написанного излишним, прибегать без внимания и не помышлять о том, что от этого все извратилось. Оттого подлинно, оттого мы впали в великое нерадение, что читаем не все писания, но избирая то, что считаем более ясным, на прочее не обращаем никакого внимания. Оттого вошли и ереси, что мы не хотим читать всего состава писания, что считаем нечто в нем излишним и неважным. Поэтому всем прочим мы усердно занимаемся не только излишним, но и бесполезным, вредным. А знание писания у нас пренебрегается и презирается. Люди, страшно привязанные к зрелищу конских ресталищ, могут со всей точностью назвать и имена, и стадо, и породу, и отечество, и воспитание коней, и годы их жизни, и быстроту бега, и который из них, с которым состязаясь, содержит победу, и какой конь, и с какой будучи выпущены грады, и с каким наездником, одержит верх на ресталище, и перебежит соперника. Также, занятые плясками, не меньше тех, но еще больше, обнаруживают безумную страсть к тем, которые бесчинствуют на зрелище, то есть к шутам и плясунам, пересказывая род их, и отечество, и воспитание, и все прочее. А мы, когда спрашивают нас, сколько и какие послания Павла, не умеем сказать числа их. Если же некоторые знают число их, то на вопрос о городах, которым писаны послания, отвечать не могут. Евнух и наземец, развлекаемый множеством забот, по множеству дел, так прилежно занимался Библией, что даже во время путешествия не оставался праздным, но, сидя на колеснице, с великим тчанием занимался чтением Божественных Писаний. А мы, не имея малой части его занятий, изумляемся, слыша даже названия посланий, несмотря на то, что каждый воскресный день собираемся здесь и наслаждаемся слушанием Божественных Писаний. Впрочем, чтобы нам не употребить все беседы на одни обличения, представим теперь самое приветствие, которое кажется излишним и ненужным. Когда оно будет объяснено и когда будет показана польза, какую оно доставляет внимательно слушающим его, тогда больше обнаружится вина тех, которые пренебрегают такими сокровищами и выпускают из рук духовное богатство. Какое это приветствие? «Приветствуйте, — говорит апостол Прискилу и Акилу, спаспешников моих в Господе. Не кажется ли это простым приветствием, не представляющим нам ничего великого и важного? Посвятим же его одному всю беседу, или лучше сегодня, при всем старании, мы не в состоянии будем исчерпать для вас все мысли, заключающиеся в этих немногих словах. Но необходимо отложить для вас и на другой день множество соображений, рождающихся от этого малого приветствия. Поэтому я намереваюсь теперь объяснить не все это приветствие, а только часть его, начало и вступление. Приветствуйте Прискилу и Акилу. Во-первых, надо бы поделиться добродетели Павла, как он, которому верена была вся Вселенная, который вмещал в душе своей и землю, и море, и все города под солнцем, и варваров, и еленов, и столько народов. Так заботился об одном муже и об одной жене. Во-вторых, нужно поделиться и тому, какую бдительную и попечительную имел он душу, помня не только всех вообще, но и в частности каждого из почтенных и благородных людей. Теперь нисколько неудивительно, что так поступают предстоятели церквей, потому что и те смятения прекратились, и они принимают на себя попечение об одном только городе. А тогда не только великость опасностей, но и расстояние пути, и множество забот, и непрерывные войны, и непостоянное всегда и у всех пребывание, и многие другие еще большие обстоятельства в состоянии были изгладить из памяти и самых близких. Однако они изгладили этих людей. Почему же они не изгладились? По великодушию Павла, по его горячей и искренней любви. Он так удерживал их в душе своей, что часто вспоминал о них и в посланиях. Но посмотрим, кто и каковы это были люди, которые так привязали к себе Павла и привлекли к себе любовь его. Не консули какие-нибудь, или военачальники, или правители, или облеченные каким-либо другим отличием, или владевшие великим богатством и из числа предводителей города. Нельзя сказать ничего такого. А совершенно напротив, это были люди бедные и неимущие, жившие трудами рук своих. Было, говорит Писание, занятие у них, делание палаток. И однако Павел не стыдился и не считал бесчестием для царственного города и для народа, высоко думавшего о себе, заповедовать, чтобы они приветствовали этих ремесленников. И не думал, что дружбою к этим оскорбит тех, так он всех учил тогда любомудрствовать. Мы часто, имея родственников, которые немного беднее нас, чуждаемся близости к ним и считаем бесчестием, если когда-нибудь окажемся их родственниками. А Павел не поступает так. Но даже хвалится этим и не современникам только, но и всем потомкам объявил, что те скинотворцы были первыми в числе друзей его. Пусть никто не говорит мне, что важного и удивительного, если он, занимавшийся сам тем же ремеслом, не стыдился своих соремесленников. Что говоришь ты? это то самое особенно и важно и удивительно. В самом деле, не столько те, которые могут указать на знаменитость предков, стыдятся низших, сколько те, которые некогда были в том же низком состоянии, а потом вдруг достигли какой-либо славы и знаменитости. А что не было никого славнее и знаменития Павла, что он был знатнее самих царей, это всякому известно. Кто повелевал бесами, воскрешал мертвых, повелением своим мог ослеплять, исцелять ослепших, чьи одежды и тень прекращали всякого рода болезни. Того, очевидно, можно было почитать уже не человеком, а некоторым ангелом, шедшим с неба. Но несмотря на то, что он пользовался такую славою, везде возбуждал удивление, и где бы ни явился, всех обращал к себе. Он не постыдился с кинотворца и не считал этого унижением до людей, имевших такие отличия. В церкви римской, вероятно, было много знаменитых людей, которых он понуждал приветствовать тех бедняков. Он знал, верно знал, что благородство состоит не в блеске богатства и не во множестве денег, но в скромности нравов, так что люди, не имеющие ее, а гордящиеся славой своих родителей, хвалятся одним только пустым именем благородства, а не самым делом. Или лучше, и самое имя часто отнимается у них, если кто будет восходить к дальнейшим предкам этих благородных. В самом деле, если станешь тщательно исследовать о человеке знаменитом и славном, который может назвать благородного отца и деда, то часто найдешь, что прадедом его был человек низкий и неизвестный. Равным образом, если мы, восходя мало-помалу, исследуем весь род людей, считающихся низкими, то часто найдем, что древнейшими их предками были правители и его начальники, а потом они переродились в пастухов, лошадей и свиней. Зная все это, Павел невысоко ценил эти отличия, но искал благородство души и ему удивляться учил других. Таким образом, мы получаем уже и отсюда немалую пользу, научаясь не стыдиться никого из людей простых, обращать внимание на душевную добродетель, а все наши внешние преимущества, считая излишними и бесполезными. Можно получать отсюда и другую, не меньшую пользу, которая особенно ограждает нашу жизнь, если употребляется належащим образом. Какая же это? Та, чтобы не осуждать брака и не считать препятствием и помехой на пути ведущим к добродетели, иметь жену, воспитывать детей, управлять домом и заниматься ремеслом. Вот и здесь были муж и жена, управляли мастерскою, занимались ремеслом и показали любомудрие гораздо более совершенное, чем живущие в монастырях. Откуда это известно? Из того, как приветствовал их Павел, или лучше, не из того, как он приветствовал, но из тех слов, которыми после он свидетельствовал о них. Сказав «Приветствуйте Прескилу и Акилу», он присовокупил их достоинства. Который же именно не сказал богатых, знаменитых, благородных, но что, сотрудников моих в Господе, а с этим ничто не может сравниться в отношении их добродетелей. И не отсюда только можно видеть добродетель их, но и из того, что он пробыл у них не один день, или два, или три, но целых два года. Как мирские начальники никогда не решились бы остановиться у людей простых и незначительных, но отыскивают великолепные дома, каких-нибудь значительных мужей, чтобы незначительность лиц, которые принимают их, не унизила величие их достоинства. Так и поступали апостолы. Они останавливались не у всякого, у кого случится. Но как те ищут великолепие дома, так они искали добродетели души. И тщательно разведав о нужных для них людях, останавливались у них. Этого требовал и закон, данный Христом. В какой город или дом войдете, говорил Он, Христос, спросите, кто в нем достойный, и там пребывайте. Следовательно, те прескила Акила были достойны Павла. Если они были достойны Павла, то достойны и ангелов. Эту хижину я смело мог бы назвать и небом, и церковью, потому что где был Павел, там был и Христос. Ищите говорящего мне Христа, а где был Христос, там постоянно привитали и ангелы. Аминь. Аминь.